итак у меня две упаковки красной смородины сейчас для начала нам надо их хорошенько промыть промываем вот так вот под струей воды видите всякие листики они все выходят на поверхность слегка вот так вот типа перемешиваем все нехорошее вылезает наружу и так промыла я хорошенько ставлю чашку блендера на весы сразу чтобы понять сколько у меня по весу надо посадил чтобы если не остановились вот так вот счищаем вот эти веточки вот так вот просто кстати красная смородина очень красиво смотрится на торте прям вообще красота да итак у меня без веточек видно вам или нет 595 грамм но 600 грамм не полных сейчас еще на косточке у нас уйдет посмотрим сколько останется теперь мы это все измельчаем блендером погружным до состоянии кашицы теперь это все пропускаем через сито потому что там много очень косточек грубых и кожицы мы хотим контактюр а контактюр должен быть гладкий поэтому вот максимально все что я смогла выжать выжила здесь в основном вот косточки видите сколько косточек здесь мякоти практически нет тоже и косточки у меня ушло 100 грамм я взвесил и так осталось у меня 500 грамм на 500 грамм добавляю 300 грамм сахара это получается на килограмм 600 грамм потому что она невероятно кислая так поставила я на плиту готовится она очень быстро видите у меня еще кастрюля большая на такое количество чтобы быстрее приготовилась очень быстро готовится сейчас буквально закипит и начнет густеть уже закипела сейчас начнет сгущаться видите звук уже шипение идет она очень быстро готовится мы и маленькое количество плюс еще так она готовится быстро кастрюлю берите обязательно с толстым дном а вот и и и и и проверяем как варенье видите уже готова прошло то всего лишь пару минут еще раз проверим на всякий случай если горячие и и и и и и и смотрите вот она горячая уже стоит видите я даже остыть не дала и капля стоит она совсем еще загустеет потом баночки и убираюсь плиты плита у меня горячая долго остывает сразу разливаю по банкам все разливаю по банкам все приготовилось у меня на плите за 10 минут это при том что мне вот плита старая очень долго нагревается то есть момента как закипела но где-то пять минут не будешь вот это вкуснотища все видите уже 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 жили ровалась вот уже жили никакого желатина не нужно никакого агар-агара не нужно уже живет она еще горячая это все что я наскрывала с кастрюли извините конечно но тогда был баночки были ну совсем наполовину вот зимой обязательно сделаю обзор я уже делала свои соленья варенье какие-то показывала сделаю еще специально для вас вот обзор показать посмотрите уже вот она еще горячая вот видите уже конфитюр поэтому вы не смотрите вот когда варите не смотрите что она жидкая в горячем виде когда она застывает вот это она еще теплая когда охладиться застынет еще больше и будет конфитюр стойкий вот так вот из этой кислятины такая вкуснятина получается в итоге на самом деле она очень кислая попробовала там просто просто так есть невозможно но вот в таком варианте она нереально вкусная такая кисло-сладкая кто любит такие вот джем и конфитюр и можете пирог допустим испечь очень вкусно просто на хлеб с маслом намазать тоже вкусно вот и цвет вообще изумительный здесь конечно камера не передает весь весь цвет такой ярко-ярко красный а эти еще только вот закрыла они еще горячие застынут они в банке я вот ну когда застынут уже не сможете здесь увидеть если если получится если видно будет через банку я засниму если нет тогда зимой сделаю обзор и покажу вам значит получается на килограмм 600 грамм сахара готовится все очень быстро через терку пропустили заняло у меня где-то через терку но потому что количество маленькое было у меня минут семь где-то вот так вот и минут пять после того как закипела минут пять я значит варила при том что у меня посуда кастрюля на 28 сантиметров шириной здесь то всего у меня 500 грамм джема вот это тоже учитывайте да вот как на тарелке показывал да как варенье если не сходится значит готова быстро убирайте не смотрите что она жидкая если в тарелке не сходится значит все готово потом она застынет она очень сильно жилируется также как кизиловое варенье вот ну все если будут вопросы пишите может быть я что-то пропустила все все объясню расскажу отвечу на вопросы смотрите прошло у меня всего лишь полчаса видите они мне же пока пока лежат остывают но дотронуться но горячий пока дотронуться можно хочу показать вам уже смотрите посмотрите как она жилировать видите лак видите желе вот она как бы отлипает от банки вот падает видите вот она еще застынет она горячая пока но уже отстает от банки вот вот как она как же как же желе такое желатин конфитюр он так и бывает так что вот так вот у меня все всем пока пока